Давным-давно, когда в Warface еще не было всяких скорпионов, билеток и прочего эмбового доната, мы качались покупая випки и бегали в стандартном снаряжении на ПВЕ, чтобы быстрее-быстрее открыть поставщики. Эх, были времена. Ну а на сегодняшний день вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании, получить пушки-неон, прокрутить бесплатную коробку, плюс еще, повыполняя задания Киви, вы можете получить себе донат на разное время. Вот, а еще новым аккаунтом предлагают разные акции, будь то пушки-радиация или золотые пушечки. Так да, еще чуть не забыл, привязав телефон на сайте игры, вы получаете 7 дней випки. Ну это помимо той, что еще вам дают. Вот, так что давайте. Все ссылочки, если еще, в описании. Здорово, народ. Я тут видел, в общем, ролик «Отгадай звуки оружия» очень зашел, вам очень понравилось. Вот, и я решил записать то же самое с Юричем. Вот, давайте, в общем, так же. В комментариях пишите оружие, ну то есть вместе с Юричем отгадывайте, а потом пишите то, что у вас получилось. И да, с Юричем я записывал, если честно, в тот же день, когда я записывал с Разором. То есть я к этой рубрике еще не был толком подготовлен, вот, и градаций, опять же, у меня не было по оружию. Но я вам обещаю, что в следующий раз с блогерами, да или, может быть, даже с разработчиками, я обязательно эту градацию устрою и продумаю все прям от и до. Надеюсь на ваше понимание, приятного вам всем просмотра. И да, ролик получился, опять же, длинным, но я вырезал все по максимуму, вот, прямо реально, вот, все, что можно было, я вырезал. Ну, походу, вот, ролики будут такой длины. Игорек, здравствуй. Привет. Константин. В общем, я тут подумал-подумал, ты же у нас гангеймер там бывший, все дела, вот. Как ты меня обозвал? Челик, который гангеймы записывает. Вот, короче, суть в чем? Три уровня. Первый уровень, тебе нужно будет отгадать самые распространенные пушки, то есть донат. Вот, это будет потом, ну, может быть там легендарки или еще что-то, вот. Это первый уровень, на каждый класс по одной пушке, плюс пистолет. Я понял. По звуку. Проблема будет со штурмовиком, скорее всего. Ну, давай. Ну, ладно, не суть. Потом то же самое, только второй уровень, это будут уже пушки там за варбаксы, за варбаксы на время, там поставщики. И третий уровень пушки, которые вообще, в принципе, в игре сейчас никто не юзает, но они есть, как бы. Это интересно. Ну вот. Ты готов? Да, я готов. Так, поехали. Вот, начнем со штурмовика. Так, штурмовик самое сложное. Это инфилд. Это было изи для тебя, я думаю. Да, ну, я катаюсь. Ну, я думаю, это изи для всех. Изи для всех. Мне повезло титься штурмовиком, окей. Поехали дальше. Следующий уровень, ой, точнее, уровень все тот же, только класс медик. Готов? Шесть пулек. Так, это предположить могу на Сикс-12 раз, да, еще немножко подумать. Сейчас еще раз воспроизведу. Нет. Даже, даже нет. Не фигня. А, это, короче, либо САД-8 Про, либо Престиж Фабармы. Вот какой из. Давай, наверное, это Престиж Фабарм будет. Ну, нет. Нет. Нет, не престиж. На самом деле, скажи, или еще. Дай, 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 подожди. Это и не то, и не то, и тебе даже так скажу. Даже так, окей. Сейчас, секунду, еще раз заценю. Давай, давай. Это полуавтоматический дробовик, я так понимаю. А, слушай, это десятка. Как там, коробки удачи заво... Не, это донат, правильно должен быть? Ну, это, да, по идее, донат, но я не забываю, еще и легендарка включена в донат. Сайга, ну, Сайга Кастом. Ну, да. Блин, ну, я тут не выгадал, офига, смотри. Ну, быват, быват. Что, я бы сам, наверное, не отгадал, на самом деле. Не, ну, на Престиж похож, на самом деле, звук. Ну, я, на самом деле, у меня Престижа нет, но я потом придумаю что-нибудь. Так, поехали дальше. Инженер. Давай. Ну, шо? Да, секунду. Ну, это не сифу. Очень похоже на MP5-5 Custom. Но? Сейчас, секунду, еще раз. Блин, наверное, есть MP5, нет? Опять? Ну, нет, ты шо, ну, это самое распространенное такое, ты шо? Скорпион! Ну, естественно. У меня нет Скорпиона, чувак, поэтому я не жарю это, ну, окей. Ну, ладно. Окей, ладно, поехали дальше. Класс, снайпер. Снап, воспроизвожу. Давай, давай. А, это Макмиллан, походу. Нет, 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 подожди, подожди. Нет, не Макмиллан. Ты начепил на какую-то снайперку глушитель? Ну, я тебе могу даже подсказать. У этой снайперки вообще, в принципе, должен быть глушитель. Нет, ну, в принципе... Ну, никто его не юзает. А, ну, ты начепил на эту снайперку глушитель. Ну, я начепил, потому что он... А, это Скаут, это Скаут. Да, естественно. Изи, да. Изи, изи. Так, поехали дальше. Пистолет теперь. Перезарядку не делал, потому что легко подгадал. Очень-очень легко бы отгадал, на самом деле. Знаешь, так вот, сначала кажется, что... Наган или Люгер. Но нет, подожди. Наган и Люгер нет. Это, наверное, уровень третий, там. Второй, может быть. Блин, ну, у меня, знаешь, вот нету пистолета Р-8. Ну, мне вот подсказывает что-то, что это он и есть. Да, это Р-8, потому что, ну, скорострельность, по-моему, высокая. Да, совершенно верно. Ты справишься. Е. Ну, то, что у тебя его нет, я не знал даже, на самом деле. Нет, нет у меня Р-8. Ну, это даже своя изюминка. Я просто помню, что у него большой скорострел и, как бы, е. Второй уровень. Ну, шо? Готов? Давай, готов. Уничтожать котов. Поехали. Так, штурмовик Юрич-2. Поехали. Ну, скажу честно, вот здесь я лажанул. Потому что во второй уровень отправлять легендарку я не должен был. Ну, уж понятие простить, я думаю. Потому что все это хозяйство я записывал в тот же день, когда я записывал с Разором. То есть, можно сказать, с Юричем я записывал первым. Вот, и то, что я ему отправил этот файл, скорее всего, это его и сомнило. Интересная штука. Интересная. Этот... Сейчас скажу. Не Энфилд ли? Энфилд? Энфилд же уже был. Так, подожди, подожди. Имбел, имбел. Во, я перепутал. Ну, не совсем. Но пушка... Многие ее сравнивают с ней. Сейчас секс. С имбелом именно. Я такой сейчас сижу, да? Для меня тут весь список есть. А то, думаю, что это легко. Оказывается не так. Блин, это вот... Сейчас, секунду. Еще раз. Я третий раз. Я не тороплю, нормально все. Угу. Это какая категория? Это, ну, донат самый распространенный, либо легендарк. Ага. А, этот с игрой R15. Yes, of course, man. Совершенно верно. Поехали дальше. Долго думал. Так, нет. Опа, файл улетел. Угу, секунду. Так, с дозарядкой. И с глушителем, по-моему. А, нет, без глушителя. Нет. Что-то такое накидывает, прямо отлетает. Знаешь, полуавтомат... Сейчас, секунду. Ну, поскольку ты сказал, что у тебя престижа нету, это, наверное, САТ-8 ПРО? Так, ну, нет, САТ-8 ПРО он подольше докидывает. Блин, очень интересно, конечно. Давай это будет... Ну, точно не десятый этот, из коробок удачи за варбакса. Ну, я сейчас три дробовика, блин, перед глазами. Я забыл просто, как прести... Не, не, подожди. Ну, знаешь, вот давай сделаю подсказку. Когда этот дробовик добавили... Его добавили. Очень многие гоняли с ним и на ПВП, и на ПВЕ включительно. Потому что на тот момент была ликва, очень популярная. Вот. И там, ну, как раз-таки помповые дробовички решали очень. Ликва популярная была, заметь. Не так уже, что все прошли. Там разгаре. Я понял. Блин, сдаюсь, наверное. Сейчас, секунду, еще раз. Вот капец, что-то перед глазами прям стоит, и не могу вспомнить. Сейчас, сек. Не, не могу. Сейчас дробовик. Пенели Супер 90. Пенели Супер 90. Это поставщики... Поставщики, точно. Блин, я не в ту степь думаю, окей. Так, поехали. Ну, инженер. Левел 2. Так, слушаю. Секунду. Весьма интересное оружие. И я бы даже сказал гибридное немножечко. Ну, если гибридное, MP5, а5. MP5, а5, это который кастом, ты имеешь в виду? Нет, легендарка в этот уровень не входит. А, нет? А, не входит легендарка. Легендарка во второй левел не входит. Понял. Давай, вспоминай. Так, это либо ниже легендарки, либо донат. Это ниже легендарки. Ниже легендарки, ладно. И не донат. Даже вообще ни разу не донат. Ну, его сейчас, насколько мне известно, можно купить за кредиты навсегда, но... Я понял, понял. Сейчас, секунду. Блин, как же сложно-то. А что там вообще в этом есть? Так, вообще, две ниже ветки. Ну, не забывай, туда еще входят пушки, которые входят в кредиты навременно, раньше были. Да, я понимаю. Почему у меня вообще все из головы элементарно вылетает, не пойду. Не, ну это тяжело, тяжело. Но интересно. Да, еще буквально полминутки я подумаю. Нет вопросов. Я быстренько в игру зайду, постреляю со всего, что есть. Чё, чё? Я быстренько, говорит, в игру зайду, постреляю со всего, что есть. Нет, я не захожу, честно. Я вас произвожу просто и... Пытаюсь понять, что это по перезарядке. Слушай, может быть, это берета RX Storm? Вот это вот как-то... Ну да, не RX, а MX. MX Storm, да? Ну, берета. Да, это она. Она? Да. Боже, спасибо. Это было потно. Я просто от балды вспомнил, ну, пушку эту и сказал, я думал, что не угадаю. Ладно, окей. Не, ну хорошо, хорошо было. Пипец. Так, поехали. Снайпер левел ту, Юрич. Давай. Слушай, это болтовка. Это болтовка. Это ант-дсер один. Yes, of course, man. 35 тысяч набиты на альпы этой снайперки, чувак. Понял, вопрос к нему. Так, пес отправлен. Даже так. Секунду, еще раз. Этот, п-99, как он там называется. Нет, 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 не он. Сейчас, секунду, этот... Не припоминаю сам. Я забыл название пистолет, который... Нет, может быть, это тоже не он. Сейчас, сек. Дам подсказку, короче. Он открывается. Я понял. Это, по-моему, пес, который дается на тренинг за меда. Я забыл его название. Такое, с треугольным прицельчиком. Как же он? Чего? Я что-то даже не припоминаю, что-то... Я сто лет назад тренировки... Ну, окей. Окей. Я даже не могу сказать, да, это он или нет. Угу. Я тупо... Сейчас, еще раз. Может быть, это... Хорошо, еще дам подсказочку. Его используют как... Так скажем, эконом вариант Сиксаура. Вальтер П-90. Ну, это не Вальтер, нет. Вальтер, выбью... Это не Вальтер. Ну, это не Вальтер. Ну, Вальтер используют как замену Сикса. Сейчас, сек. Блин, я просто забыл название. Штайр. Как-то, как-то. А, ну, я понял. Ну, нет, это не он. Не он, ладно, сдаюсь. Это 5-7. Это 5-7? Of course. Нахера себе. Да, миши такой. Слушай, я не думал, что он такой скорострельный. Ладно, окей. Даже не подумал бы. Левел 3 готов? Да. Поехали. Турмовик отправлен. Сейчас ты будешь в замешательстве. Это ты мне вообще подсказок не даешь, что это за оружие? Правильно? Ну, я... Ну, из какой категории? Это, ну... Категория... Могу так сказать, эту пушку очень редко вообще... На паблике ты ее, наверное, не встретишь? Понимаю. Вот, на паблике. А именно... Вот на просторах ПВЕ, наверное, встретишь. Окей, сейчас послушаем. А, это МГ-4 пулемет. Я думал, это будет сложнее. Но ты прав. Ты прав. Ой, тихо, не пальмемся. Юра не ходит. Окей. Так, я 3 выстрела услышал. Ну ладно. Давай. Медик, поехали. Сейчас скажу. Должен сказать. Обязан. Потому что старичок... Скажу, это Сайга, по-моему. Да. Это, которая раньше была очень жесткой и давала такие ваншоты, шо пипец. А еще зимняя версия раньше тоже МБ была. Но сейчас что-то я ее не наблюдаю вообще, в принципе. Такс, Инжуха, да? Инжуха, о. Ну, я не знаю, с этим ты справишься, не справишься без подсказок, но я могу подсказать вот прям так, что ты вот поймешь. Подожди еще, сейчас, секунду. А, это МП, этот... БГМ9 как там, ну, это Девятка, короче, называется. У нее перезаря... Да, сейчас я дослушаю до конца хотя бы. Я сейчас не совсем понял, что ты имел в виду, ну, ладно. Чего говоришь? Ну, ты на начало правильно начал говорить, а потом что-то БГ, что-то там... Хаклиренкох как-то там... Ну, короче, на 9 заканчивается, я вспомнил это. Ну, нет, не на 9 заканчивается, на 7. А, на 7? Ну да, ну, ты можешь назвать, знаешь, вот давай так. Раньше, как это оружие называлось? Ты же имеешь представление вообще, что это за оружие, судя по всему? Как раньше, вот прям давным-давно она была имбущей прям. Все с ней гоняли, как она раньше называлась, помнишь? Ну, что-то вроде УЗИ или сейчас МП-7? МП-7? Ну, сейчас она МП-7 называется, да. Хаклиренкох МП-7. Раньше она называлась... Нет, не УЗИ. Раньше она называлась ММ-28. Ага, ну да, да, да. Она была... О, очень жесткая. Ага, я помню. Так, с левел 3 снайпер отправлен. Снайпер. А, это этот... Шапшутер. Да, да. Раньше он был прям уф-знатный. Да. Все качали на Макроса и просто сжали с него ангары. Угу, была имба. Так, ну и пистолетер. Так. Блин, что-то такое знакомое, слушай. А, беретта 9, нет? Да, да, совершенно верно. Берет, берет, все. Ну, ее на пабликах сейчас очень редко, на самом деле. Ну, кроме того, элитная версия имба. А так, да. Так, все. Да. Так вот, МГ-4 ты отгадал. Сайгу ты отгадал. МП-7, ну, будем считать, что тоже отгадал. Шарфш... Ну, ты третий левел отгадал лучше, чем какой-то из приговорщих. Это вообще законно. Ну, че, как тебе? Слушай, классная тема вообще. Я вот видел где-то что-то подобное. Ну, Иван, я тоже думал, когда кто-нибудь уже переведет данную рубрику. Ну, вот я как бы первый открыватель. На самом деле, я видел подобную рубрику, знаешь какую? Ну. Там, короче, идет по одному выстрелу с каждого оружия, и прямо они подряд. И нужно как можно больше их назвать, вот прям запомнить. То есть, поначалу, допустим, три пушки выстреливают. Допустим, там, Крис, АК и какой-нибудь там пулемет. Потом добавляется дробовик, потом добавляется пистолет, потом добавляется еще. И вот тут нужно просто всю эту цепочку уговорить. Знаешь, это можно поставить как последний хардкорный уровень или первый хардкорный уровень в этом плане? Ну, лучше, конечно, последний. Ну, это слишком потно. Ну, хотя я над этим подумаю. В принципе, может быть, что-нибудь смастерю. Вот. Все, Юрич, огромное тебе спасибо, что не отказался. Это тебе опыт еще. За геймерский. Будет повод поиграть еще с этими пушечками, которые ты отгадывал. Я, королевская битва будет жить долго. А, ну, да. Ты там обитаешь, по-моему, поселился. Пацаны говорят, я собрал смотки, до свидания. Все. Все, я весь там. Все, Юрич, если что, как бы, это да, ребят. Канал на этого молодого человека в описании. Он стримит, переходите. Привет передавайте. Все. Огромное тебе, Юрич. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Давайте, удачи и пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok